Удар слева, удар справа. Через несколько минут будет дан старт предновогоднему турниру по настольному теннису, а пока идет разминка. Одни отрабатывают удары в паре, другие самостоятельно. Так же все происходит и на тренировках. У нас тренировка каждый раз веселая и интересная. Все у нас разные. Бывают показывают разные накаты, разные удары. Бывают на пушке стоим, отрабатываем накаты, удары, подрезки все. Владимир Меркулов работает тренером по настольному теннису более 45 лет. А этот тренажер воплощение его мыслей – самостоятельно изготовленная опытная модель. Самое сложное в настольном теннисе – это правильно поставить удар своему подопечному. Для того, чтобы юный теннисист научился чувствовать ракеткой мяча, был создан такой образец. Простота этого тренажера позволит многим преподавателям его использовать в своей работе. Владимир Иванович признался, что его изобретением даже заинтересовалась одна из специализированных спортивных фирм, которая собирается запустить тренажер в массовое производство. Впрочем, юные спортсмены ноу-хау своего наставника уже оценили. Мне на тренажере очень понравилось сыграть. Так удивительно. Хорошо, когда нет соперника, потому что так лучше. И выигрывается. Отработав удары, юные спортсмены включаются в соревнования. С каждым годом в турнире принимают участие все больше теннисистов. Настойный теннис в Подойске всегда считался популярным видом спорта и остается таким сегодня. Такой вид спорта, что очень увлеченный. Мне сильно нравится. Это самый беззащитный спорт. Там нельзя сломать руку, ногу. Не больно. И буду стремиться играть. Воспитанники Владимира Меркулова и других тренеров неоднократно становились чемпионами в областных и российских соревнованиях. В Подойской школе настольного тенниса выросли семь мастеров спорта и много кандидатов в мастера спорта. Но основаторскими идеями тренеров недалек тот день, когда подойские теннисисты выйдут и на международный уровень. Елена Филина и Владимир Новиков. Новости Подмосковья. Из Подольска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова